Пил как обычный простой мужик. Всегда находились поводы, причины. Пропивали после работы. Тем можно было употреблять по 200-300 грамм ежедневно. И спина болела, и поясница, и у кого грыжа, у кого то, и никак никто не может вылечиться. Здравствуйте, меня зовут Бадри, мне 43 года. Я решил просто с этим алкоголем просто завязать. Начал заниматься здоровым образом жизни. И я сделал качалку в лесу. Вот наша оздоровительная площадка, которую мы создали всеми жителями нашего городка. Кто заинтересован в спорте, здоровом образе жизни. Вот на этом месте была куча. Вот тут была яма глубокая, тут куски железа где-то вот тут торчали были. Ну и просто мы, как говорится, по бокам все пощесали, посрезали все в одну кучу. Это, как его называют в интернете, аппарат, который лечит спину. Станок Бубновского. На нем очень любят работать пожилые. Антисептик у нас постоянно стоит. Работа же. Ну, эта площадка, она сделана из подручных материалов, гантели, штанги, грифы для бицепса. Гири сделаны из мячей, обыкновенных мячей. Ну и гантели от 4 кг до 20 кг у нас находятся на площадке. Даже если брать по специальности, я каменщик, монтажник, сварщик. Вот вам, пожалуйста, немножко камня и немножко сварки. И все. Ну, как и во всех спортзалах, сделали грифы разных хватов. Небольшие, с небольшими, как говорится, блинами, чтобы можно было поднимать. Стойка регулируема для приседания с малым весом. Стойка регулируема для приседания с большим весом. Это все, как говорится, для сжигания лишнего жира. Молот. Тоже самодельный. Это груша. Тоже человек сделал. Инвентарь вроде крепкий. Попросил сын сделать стол для амрестлинга. Нам уже постарше, кто. Как бы это не нужно. В первую очередь, всегда, когда что-то мы делаем, допустим, я стараюсь это сделать качественно. И, соответственно, в первую очередь проверяю это сам, пользуясь этим оборудованием. Потому что другого, как бы, варианта я не вижу. Когда встречаю здесь людей, кто-то, кого-то не видел раньше, всегда просто прошу, чтобы люди соблюдали технику безопасности. Подарили нам на площадку на эту грушу. Такую разминочную, кожаную. Она у нас тоже, говорит, немолодая, немножко просыпается. Ну, мы ее установили. Турник имеется для любителей сделать выход на две руки. Бывало приходило, разбросанные блины были по земле, как бы, ну, как бы, потом все подписали, где стойки для блинов, как бы, стало все понятно. Ну, все, все блины висят на стойках. Просто дело в том, что, как бы, все это привязывать и все это крепить, оно создает много неудобств, и, как бы, я считаю, что тут, ну, нечего брать. Тахантеля у нас, она, как говорится, чугунная. Нам ее подарили. Но один раз ее у нас унесли. Ну, мы так, методом, так говорится, оперативным, мы нашли их. Где они? И нам их вернули. Да, их занесли на скупку металла. Может быть, такое и будет, может быть, в дальнейшем. Ну, как бы, к этому можно относиться спокойно. Тут ничего такого страшного нету, потому что, как говорится, все можно всегда восстановить. Было одно время, как бы, поначалу приходили ребята, как бы, местные, которые любят злоупотребить алкоголем. И, ну, просто усаживались тут, рассаживались, так выпивали. Ну, потом мы решили сделать им лавочку чуть дальше. И когда они тут, если вдруг они тут сели, представили, что они немножко спортсмены, мы просто приходили сюда тренироваться и просили их перейти, как бы, в другой зал. Я, может, ожидал, что кто-то придет и начнет тут говорить, что вот, загромодили тут лес, что вы тут натворили, как бы. Сколько людей тут не ходит, не проходит. Они все довольны благодаря, как бы, просто благодаря, что тут создали такие вещи. Изначально, когда это все делалось, люди все боялись. Они боялись, что что-то кто-то узнает, кому-то это не понравится. И кто-то придет, это все поломает и, как бы, срушит, и у нас этого не будет. Была когда-то история, где-то в лесополосе аналогичной такой же, где-то ребята сделали какие-то тропинки, которые были протоптаны, где-то подсыпали, где-то откопали, сделали для велогонок. Им, как бы, власти предъявили штраф за то, что они, как бы, нарушили рельефность этого леса. То, что тут есть, это можно собрать, взять и выкинуть. Вынести, перенести. Если дадут, допустим, власти территорию, вот там есть территория, где огорожена заборами гуляют выглубцы собак. Если есть у них возможность, допустим, дать нам такую же территорию с другой стороны, мы можем это тоже огородить забором и все это взять просто руками и перенести. Оно все тут не вкопано, не вбетонировано. Тут не то, что вот эти гантели, которые, как бы, более-менее, как бы, удобны. Если пройтись по этому лесу, то и камней здесь малом, и бревен, ну, лес-то не заберут, не вывезут. Будем заниматься просто в лесу там. Тренируюсь, как бы, говорится, регулярно. Веду тетрадку, расписываю тренировки. Были времена, где жил, и не было качалок, не было этих площадок таких, но была школа, где были брусья-турники. Где-то была возможность просто побегать по школьному стадиону. Могу просто в тренажерный зал сходить, купить разный абонемент. Просто на этом оборудовании своя тренировка, небольшими весами где-то, ну, там другое совсем оборудование. Спортсмен – это работа, профессия. А мы здесь просто проводим время, отдыхаем, общаемся, ознакомимся. Вот. Профессиональный спорт может и калечиться, да везде все может калечиться. Все надо делать с умом. И правильно. Вот такими вот упражнениями заниматься надо тоже, как говорится, без фанатизма. Здесь у нас недалеко, два километра буквально, есть Каладещанская баня, и регулярно посещаю баню. И хожу, в принципе, в бассейн. Как бы ко всему этому еще мы добавили, и прогулки на велосипеде я добавил. Питаюсь я обычно, как и питаюсь, алкоголь не употребляю. Ну, потому что я не умею пить. Не сказать, что я был пьяница, но, имея такой рук людей, тем можно было употреблять по 200-300 грамм ежедневно. Обратился в медицинский центр, где от этой зависимости меня избавили. Без алкоголя жизнь изменилась вообще в лучшую сторону. Во многое изменилась в лучшую сторону жизнь. Появился другой круг общения, появились другие люди. Все, появились люди, которые тоже, как бы, с алкоголем, независимы от алкоголя. Благодаря спорту, как бы, чувствуешь себя хорошо, понимаете? Ну, состояние души, во-первых, совсем другое. Я вам скажу, что вот как постоянно, регулярно, как с появления этой площадки начал заниматься, я избавился от боли в спине. Ну, и плюс в таких общественных местах, где занимаются люди спортом, появляются новые знакомства, новые друзья. Амбиции спортсмены, мы небольшие у нас эти амбиции. Мы ставим маленькие цели на этой площадке, потихоньку их достигаем. Почему не попробовать какой-то марафон, в каких-то соревнованиях поучаствовать, какого-то определенной категории, уровня. Мы тут занимаемся, уже хотим где-то спарринг какой-то провести, потому что у ребят и груши свои есть, у кого-то где-то на дачах, у кого-то перчатки боксерские. И бойцы сюда приходят тренироваться, позаниматься с сыном, потому что сын у меня тоже занимается. Вот, дочка у меня младшая приобщена, тоже любит позаниматься. Вот, как бы, и, конечно же, спорт втянуть в систему и жену. Пока, я вам скажу, планов никаких нет. Вот то, что оно сейчас есть, это вот достаточно. Больше, я считаю, тут ничего не нужно. Но самое, что мы можем сейчас, в данный момент сделать, это собраться, купить какой-то краски, на зиму немножко обновить этот инвентарь, покрасить его, защитить от снега, от дождя. То, что хотел себе сделать, я сделал, ну, а потом это просто, ну, как бы, понравилось людям. Мне, как бы, просто с кем-то кто-то захотел, кто-то хотел, кто-то что-то. И мы так сообща, все вместе, вот так потихонечку все это делали. Это не только мне надо, это надо всем, кто сюда приходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok